Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок! Сегодня мы с вами поговорим о том, как правильно закладывать голубику высокорослую. К сожалению, многие, даже агрономы, не владеют этим вопросом, а закладка голубики высокорослой – это основное, скажем, мероприятие в успешном возделывании этой культуры. Дело в том, что голубика высокорослая не имеет своих собственных всасывающих корешков. И для того, чтобы эту роль выполняет у нее микориза, и для того, чтобы микориза могла нормально развиваться, ей нужен субстрат, на котором она может развиваться, то есть нужна органика, нужна древесина, нужен верховой торф, потому что род вакциниум, все представители рода вакциниум, они нуждаются в кислой почвенной среде. Голубикое высокорослое способно расти на одном месте 120 лет, то есть долговечность плантации может быть очень-очень большой, но для этого нужно постараться. То есть для того, чтобы плантация голубикого высокоросла служила долго, предварительно необходимо прорыть траншею, ширина метр 10-метр 20, глубиной 80 сантиметров, 60 сантиметров, ну, для экономии ресурсов, конечно, 60 сантиметров лучше, но меньше, собственно говоря, не стоит. Потом эта траншея заполняется, борта и глубина траншеи заполняются древесиной. У кого есть лес рядом, то в идеале это должна быть сосна, береза, ольха, но яблоня тоже микоризообразующая порода, в основном здесь яблоня, хотя здесь есть и груша, и вишня, и сливы. Все поэтапно заполняется. Вначале укладываются бревна большие, потом толстые ветви, потом ветви потоньше. Вот предварительно я уже устелила слой торфа. Вот у меня подготовлено растение для пересадки. Они пересаживаются из питомника и уже высаживаются на постоянное место с расстоянием метр друг от дружки. И заранее у меня подготовлена щепа древесная. И вот древесная щепа у меня как раз микс из ольхи, березы и сосны. Так, значит, вот сейчас мы на слой торфа насыпали слой полежавшей уже древесины. Это щепа древесная. И вот заранее выкопанный куст, подготовленный. Вот видите, он в питомнике устроенным подобным образом пророс уже 4 года. И это растение из микроплат, то есть это они вот из таких малюсеньких растений выросли. Вот я его ставлю на постоянное место. Можно чуть-чуть ямочку как бы раздвинуть для него. Ну и вот таким образом. Сейчас я его сориентирую на юг, чтобы ветки выровнялись. И теперь мы засыпаем. И засыпать будем опять тоже поэтапно. Вначале торфом, чтобы корешки, которые по краям, сразу быстрее освоились. А сверху опять присыпем щепой. Для чего сверху нужно щепой засыпать? Потому что торф, особенно вот когда он из пакетов сухой очень, он будет ветром выдуваться очень легко. Так, ну вот смотрите, мы засыпали куст сверху, значит, мы его засыпали торфом, засыпали еще щепой дополнительно. И поверху потом вот измельчим кору, хотя можно временно, скажем, и такие достаточно крупные куски класть. Но предварительно, безусловно, нам нужно полить. И полить нужно много, потому что сухой торф, он как бы недостаточно сразу хорошо впитывает влагу. Проливаются два ведра, и потом поверху, значит, вы прикрываете еще корой, можно кусочками ветвей. Для того, чтобы плантация ваша была долговечна, для того, чтобы не устраивать полив, особенно это актуально на дачах, у вас должен быть огромный слой торфа. То есть на одно растение у меня уходит приблизительно около 100 литров торфа. То есть вот такой вот пакет целый. И щепа. Торф способен удерживать воду в 5-6 раз больше собственного объема. Поэтому считайте, что у вас как бы запас влаги достаточно большой. Со временем начинает разрыхляться древесина, и это тоже будет хороший аккумулятор влаги. И для ускорения разложения древесины можно использовать еще бактериальные препараты различные. Это препараты на основе триходермы в основном. Они бывают самые разные, поэтому, пожалуйста, применяйте. И также еще есть препараты на основе баверии и металлизиума. Это для чего? Для того, чтобы этот рыхлый субстрат и древесина, они привлекают различного рода жуков. Жуки откладывают туда яйца, личинки, для того, чтобы это не стало жилищем личинок. Вот для этого я тоже применяю. И единственное, что нужно учитывать, что в почву они уже вносятся тогда, когда температура почвы плюс 16, плюс 18, для того, чтобы эти препараты реально работали. И личинка в это время выходит на поверхность, личинки выходят на поверхность, поднимаются. Ну и вот, скажем, таким образом можно это все применять. Естественно, если у кого-то нет такого объема древесины, можно опять-таки прожить траншею. Но траншею в любом случае лучше траншейным способом ямки копать. Это вроде бы экономичнее, но вы понимаете хорошо, что скупой платит дважды. И просто к этому нужно основательно подходить. Но траншею я рекомендую рыть в любом случае. Значит, на заплывающих грунтах это 100%. Можно не стелить, допустим, древесину нет, у вас стволов тяжело это сделать. Но покупайте тогда горбыль. Ну, опил на лесопилках есть много, он вместе с опилками все. И, конечно, лучше, чтобы это все полежало, можете траншею за год до того, как закладывать, подготовить таким образом. Ну, а потом уже при высадке высаживайте в торф, можете смешивать со щепой. В идеале это, допустим, как готовится смесь. В идеале это две части торфа, две части древесных остатков, опилки щепа и часть песка. Но без песка, я считаю, что можно обойтись, особенно, допустим, на песчаных почвах. Но у себя, допустим, не считаю нужным. Это делается больше для удешевления. Потому что грунт у вас, если он будет изготовлен из щепы, опилок и торфа, он в любом случае будет рыхлый, не гороскопичный. Воздуха там будет много. И растение будет и хорошо аэрировано. И эта субстанция будет накапливать и удерживать большое количество воды. И, я думаю, успех будет вам обеспечен. Ну, вот у меня, во всяком случае, растение как бы развивается нормально. Мало того, вот им четвертый год, они в прошлом году уже плодоносили. Понятное дело, что не очень много ягодок было, но тем не менее. Ну, вот у меня на этом все. Спасибо за внимание. До следующей встречи. До свидания.